Ой, ребят, вы должны это знать. Группа депутатов Государственной Думы пытается протащить через Российский парламент проект закона «Вот сейчас держитесь за что-нибудь» о запрете использования в России американских компьютеров и компьютерных программ американского производства. О, как! Примечательно, что сторонников данной светлой идеи в Думе оказалось столько, что проще перечислить тех, кто под ней не подписался. Кстати, задумка эта потрясающая возникла не на ровном месте. Таким образом, российские мудрецы решили ответить на недружественные действия пиндосов Ой, как там говорил чей-то любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Начинаем! А вообще, мне вот, знаете, интересно, о чем эти люди думают, когда под подобным бредом подписываются. Серьезно. Наши парламентарии зачастую каких-то пятилетних детей напоминают, которые «Ну и не играй, будешь попугай». Они правда считают, что это плевое дело. Просто взяли да отказались от американского железа и всего штатовского программного обеспечения. А ничего, что их электронно-вычислительными машинами равно как и программами полстраны пользуются. Я не говорю сейчас о физических лицах, потому что нас в законопроекте о нас с вами ничего не сказано. Речь пока только о государственных структурах. Но я говорю, например, о крупных госпредприятиях, начиная от авиакомпаний и банков и заканчивая «Да вашими любимыми пропагандистами» или кто-то правда искренне считает, что на каком-нибудь ВГТРК используется техника воронежского производства. Ага. А самолеты в Домодедово по саранскому навигатору сажают. Еще пример, пожалуйста. А то, что у нас любая умная железка от мобильного телефона, которым пользуется Толстой, до киселевского ноутбука на винде или маке завязана с этим, что делать? Вот зло берет, честное слово, иной раз. За каким мы этих дармоедов содержим? У них ведь что не идея, то полный привет. В советские времена такое называлось вредительством. И за это судили, в тюрьму сажали. Масштаб последствий просто представьте себе от принятия данного законопроекта. Да даже если одумаются и вычеркнут из чуда документа предприятия, оставив в нем одни чиновничьи госструктуры, вроде администрации городов, районов, регионов, вы прикиньте, сколько же денег потребуется на перевооружение наших народных денег? Да и чем перевооружать-то собираются? Нанокалькуляторами Чубайса, которые он, в свою очередь, закупит у каких-нибудь китайцев? Это реальная журналистика. Новости из дурдома по-прежнему актуальны. Поехали! Не отстают от депутатов Госдуры и их коллеги в регионах. В Красноярск вас приглашаю, где тоже вредительство и вандализм нынче в тренде. Местные власти там решили ерундой заняться и сносят сотни торговых ларьков и павильонов, как в Москве пару лет назад. Слушайте, кризис на дворе не прекращающийся. Безработица страшенная. Как вот началось все в 2014-м, так и конца края этой за***нице не видать. А они торговые павильоны сносят, чтобы еще больше безработных, видимо, чтобы еще больше предпринимателей свой бизнес потеряли. А ниченуши ли голосят, денег нет и изобретают налоги. Бог знает на что, дабы бюджет дырявый пополнить. Так вот они налоги-то. Вот они рабочие места для людей. За каким чертом нужно все это сейчас убивать? Все, которые места предлагают, с точки зрения экономики, это невыгодно. Если нас снесут в нашу собственность, они нас снесут, не демонтируют. Мы останемся и без бизнеса, и без собственности. То есть без дохода. Вот знаете, как бы кто ни относился к Ельцину, но он в 90-е стихийную торговлю людям разрешил. Пусть корявую, пусть безо всяких правил, но люди благодаря тому решению хоть и выжить смогли. Бюджеты худо-бедно за счет тех торгашей пополнялись, да. Это была, можно сказать, порнография. Барыжили в основном третьесортным ширпотребом. Но это дало, повторюсь, возможность многим выжить в те непростые времена и государству в том числе. Ладно, о чем говорить-то. Ну а пока одни пытаются выжить, а другие фонтанируют глупости, выпрыгивая из штанов в попытке угодить главному. Третьи тупо разворовывают страну. Причем нагло и беспардонно. Вы когда-нибудь слышали о такой организации, как агентство по страхованию банковских вкладов? Ну да, это то самое, которое возмещает денежку вкладчикам в случае, если какой-то банк грохнулся. Так вот, недавно мне рассказали историю, как через это агентство и вообще через всю эту схему отдельные бендеры насобачились набивать себе карманы. История эта выплыла на поверхность в декабре прошлого года, когда обвалился банк Европейский стандарт и целая толпа наших соотечественников попала на деньги. Сегодня ЦБ отозвал лицензию у банка Европейский стандарт. По активам он занимал невпечатляющее 544 место в стране. Его крах вряд ли был бы так заметен, если бы не формулировка в сообщении Центробанка. Как причину регулятор указывает крупную кражу, которая привела к существенному снижению капитала. А еще и вменяет то, что банк не пускал проверяющих в кассовые помещения. Пропажа из хранилища Евростандарта обнаружилась неделю назад. Неизвестные украли 5 миллионов долларов из центрального офиса на улице Солянка в Москве. Но кому ведь, как известно, война, а кому мать родна, обо всем по порядку. А придумали мошенники очень простую схему. Это ведь только для нас с вами обрушение того или иного банка становится неожиданностью. Те же, кто в системе, как правило, знают о готовящемся банкротстве заранее, специально прикормленные чиновники предупреждают об этом нужных людей. И вот здесь закручивается карусель. Поясню. Откуда ни возьмись, появляются караваны из псевдовкладчиков, которые в спешном порядке открывают в таких расстрельных банках депозитные счета. Что такое караваны, спросите вы? А это люди из самого что ни на есть социального подвала, бомжи, алкаши и так далее, которых отмыли, приодели и вот они, готовые вкладчики. Фокус же в данном случае заключается в том, что вклады и депозиты все эти не более чем цифры на бумаге или в компьютере. Реальных денег никто в этот банк не приносит. Зато, когда приходит час икс, банк схлопнулся, псевдовкладчиков техстроенными рядами гонят в АСВ, где они получают уже настоящую денюжку в виде компенсации. Естественно, денюжку потом себе забирают караванщики. Выявлять мошенничество? Ну, выявлять мошенничество в банке, который сам заинтересован в том, чтобы это мошенничество осуществить, кто это будет делать? Сотрудники банка, которым пришла директива сверху брать деньги молча или заполнять бумаги? Бумаги заполняются наверху, а деньги берутся с вкладчиков, действительных вкладчиков, обычными клерками. Здесь мошенничество невозможно выявить на данном этапе. Автором хитроумной идеи, по утверждению моих коллег из Бизнес.ФМ, считается вот эта вот леди по совместительству зампредправления канувшего в лету европейского стандарта 30-летняя Анастасия Оськина. Талантами девушка блистала с юношества. Так, например, в возрасте всего-навсего 20 лет она уже работала в филиале ЦБРФ в родном Владимире, а через три года перебралась в столицу, причем сразу на должность начальника внутреннего контроля Мособлбанка. Это банк Аркадия Рутенберга. Также в этой истории фигурирует фамилия некоего Рубена Америанца, высокопоставленного чиновника из агентства по страхованию вкладов, который, впрочем, до того, как прийти работать в агентство, успел неоднократно оскандалиться на предыдущих должностях, в том числе в Центральном банке России. И вот эти два человека оказались, в общем, неглупыми людьми, как показала практика. Такую схему придумать и реализовать с этими караванами, тысячами фиктивных депозитов, купленными за деньги клерками европейского стандарта и того же АСВ, а на выходе серьезный куш. Слушайте, ну Астап Бендер по сравнению с этими гениями хлошара просто. И вот эти два человека оказались, Ну а если серьезно, а что тут скажешь? Это Россия, детка. У нас ведь в каждом втором законе обязательно отыщется огромное черное дырище, не воспользоваться которой для мошенников все равно, что себя обокрасть. Хотя, с другой стороны, чему удивляться, если у нас законы пишут поклонские, толстые, милоновые на фоне мироточащих бюстов царей да после стакана отвара боярышника. Все. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже масса чудесных новостей. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим спешу откланяться, пока. Пока. Ну а что бывает с тем, кто, невзирая на качество или цену, перебирает с количеством алкоголя, видно на кадрах наших коллег из Казахстана. Во время дежурства на одной из дорог города Актюбинска, или Актубэ, как правильно звучит название по-казахски, полицейских ждал, честно говоря, сюрприз. Что это у основного? Я... Преодит забыл.